Продолжаем разговор в прямом эфире программы «В центре внимания». Напомню, что сегодня мы обсуждаем реализацию государственного проекта «Жилье для российской семьи» на территории Приморского края. И у нас сегодня в гостях вице-губернатор Олег Ежов. Вы можете звонить к нам в студию, задавать ему вопросы по телефону 220-92-96. Олег Владимирович, позвольте от себя такой обывательский, может быть, вопрос. Принято считать, что если дешево, значит не всегда качественно. Ну, 35 тысяч рублей на сегодняшнем рынке недвижимости, это, конечно, очень дешево. А будет ли контролироваться качество строительства этих квартир? Ну, у нас есть абсолютно четко регламентированная законом процедура Государственного строительного надзора за возведением жилья. Все эти здания, естественно, будут поднадзорны. На все здания, участвующие, ну, за исключением ИЖС, которых, ну, я там упомянул, ну, это пока возможный вариант, у нас пока еще нет. Все эти здания, естественно, имеют проект, прошедший экспертизу, имеющий положительное заключение экспертизы. И по всем этим зданиям будет вестись, соответственно, закону поэтапный строительный надзор вплоть до ввода в эксплуатацию. Сейчас у нас достаточно сильно ужесточены требования по энергосбережению здания, по, значит, оборудованию зданий каждой квартиры индивидуальными приборами учета. Поэтому застройщик, вот, допустим, у нас по микрорайону Снеговая Патия, он был вынужден, ну, не то что вынужден, таковы суровые реалии, модифицировать ту самую 83-ю серию пресловутую, которая сейчас уже будет иметь и дополнительный фасад, обеспечивающий энергоемкость хорошую, то есть энергоэффективность, и горизонтальную разводку, и наличие других уже лифтов с другой геометрией. То есть в соответствии всем действующим СНИПом, строительным нормам и правилам по строительству жилья, значит, будет обеспечено соответствие этим нормам, будет обеспечена Государственная инспекция по строительному надзору. Алик Владимирович, ну, в Уссурийске уже дома растут, их уже можно увидеть, потрогать. Наши корреспонденты буквально три дня назад побывали на месте строительства, предлагаю вместе посмотреть, что же там сейчас происходит. В целом уже понятно, каким будет микрорайон Радужный. Здесь трехэтажные дома, чуть дальше таунхаусы. По заданию главы администрации Евгения Коржа, его первый заместитель, приехал проверить, как реализуется программа. Пока мы идем по графику, проект совместный, это и федеральная программа, и здесь и муниципалитет участвует, скажем так, многопланово. Я рад, что наконец-таки мы стали делать первые шаги к комплексной застройке, ушли от точечной застройки. Создаем комфортные условия для жителей. Я очень рад. По проекту предусмотрено газовое отопление. Микрорайон уже подвели электричество, обещают, что появится детский сад, магазины и кафе. В день открытых дверей будущие жильцы засыпали строителей вопросами. Сроки сдачи домов, перспективы развития микрорайона, технологии строительства. Обо всем этом сегодня рассказывал генеральный директор компании-застройщика. Сам каркас делается из железобетона, со съемной опалубкой, заполнение ограждающей конструкции делается из блока. Облицовка кирпича, между ними утеплитель, минеральная вата, 15 сантиметров. Участникам программы «Жилье российской семьи» обещают, что стать новоселами они смогут уже в следующем году. В перспективе здесь должны появиться 60 тысяч квадратных метров жилья по цене ниже рыночной. Конечно, лучше в экологически чистом районе и более, если так можно сказать, спокойном, чем в суетливом городе. Участником может стать любая семья, подходящая под условия программы. Всего таких категорий 16. Олег Владимирович, мы вот видим, что в Уссурийске выбрали метод комплексной застройки, создают такой обособленный микрорайон. Вот с вашей точки зрения, это проще, чем точечно строить дома для этой программы в разных районах города? Я скажу так, не подразумевается принципиально разовая точечная застройка для участия в этой программе. Только комплексная застройка. То есть мы говорим о том, что к участию в этой программе допускаются те проекты, которые подразумевают на своей площади комплексное освоение в виде не только строительства жилья, но и обязательного строительства и социальной инфраструктуры. Конечно, сейчас еще до конца механизм выкупа этой социальной инфраструктуры муниципалитетами не проработан. И в некоторых муниципалитетах откровенно наблюдается нехватка средств, даже при том условии, что если садик или школу планируют выкупить и планируют построить застройщик, школу будет выкупать край и давать на это деньги. Значит, у нас есть предусмотрены это субсидии. По садикам, да, это полномочия муниципалитета, но тем не менее есть пока у нас и краевые, и федеральные средства на выкуп детских садов, на участие в строительстве. Еще раз повторюсь, Уссурийск это наш пилотный проект, это серьезная работа там была проведена, там будут объекты социальной инфраструктуры. Все эти же самые объекты будут на всех участках комплекса застройки, которые будут допущены к участию в проекте. У нас очередной звонок в студию. Добрый вечер, пожалуйста, представьтесь и задавайте свой вопрос Олегу Ежову. Здравствуйте, меня зовут Ирина, являюсь участником программы ЖРС. У меня вопрос по поводу материнского капитала. Дело в том, что отчет утверждает, что материнский капитал необходимо будет обналичивать в банках, нельзя использовать сертификат. Но участники по первой категории тому и подавались, что необходимо использовать материнский капитал. Насколько это правомерно? Спасибо. Олег Владимирович, вы в курсе этих юридических моментов? Чувствую, что у нас, в принципе, участники программы ЖРС, только девушки. Я понимаю, что, наверное, все мужчины на работе. Материнский капитал, да, это абсолютно понятная процедура, сертификат. На материнский капитал есть у многих достаточно участников программы. И я скажу абсолютно точно. Застройщик напрямую принимать сертификат к оплате не будет. Да это и не предусмотрено законом. Сертификат, он подается. Мы принимаем, я сразу скажу вот так, чтобы убрать все вопросы. К оплате за квартиру для участников этой программы материнский капитал принимается. Теперь процедурно, мы еще раз это проговорим отдельным регламентом. И так всегда у нас и было, потому что материнский капитал, он не в новинку, он уже используется там в разных программах, в том числе и покупке жилья. Это подается либо в пенсионный фонд, либо в те банки, где человек берет ипотеку социальную, в которую он как часть своего взноса вносит материнский капитал. И они переводят деньги, эти институты, либо пенсионный фонд напрямую, либо какой-то из банков, если это ипотека, они именно переводят деньги в течение 45 дней на счет компании-застройщика. Возможно, просто Ирина немножко неправильно поняла, или может быть я там проведу работу, ее ввели в заблуждение. Действительно, застройщик напрямую сертификат к оплате за квартиру не принимает. Для этого есть проговоренные и указанные в законе институты. Пенсионный фонд, либо банки. Вот примерно так. В середине апреля сообщали, что прием заявок для участия в программе временно приостанавливался. С чем была связана приостановка? Я и сейчас могу сказать, что да, к сожалению, у нас прием заявок в апреле остановлен, пока мы заявки не принимаем. Связано это с двумя вещами. Первое – это отсутствие необходимого, скажем так, количества участков, проектов для удовлетворения всех, всего потока граждан. На сегодняшний день, еще раз повторюсь, подано 5692 заявки в Владивостоке только. Значит, мы планируем, что после второго отбора, а отбор достаточно жесткий, и я повторюсь, что все проекты, участки, которые принимаются нами в отбор, они все регистрируются на сайте и все регистрируются в Минстрою. То есть профильное министерство за этим достаточно сильно смотрит. И соответствие критериям отбора достаточно жесткое. То есть у нас есть и проверяющие органы, и мы к каждому участку, к каждому проекту относимся, очень требовательно. Поэтому я думаю, что после проведения второго отбора, регистрации его в установленном порядке, появления на сайтах в публичном пространстве информации, мы откроем подачу заявок через МФЦ на дальнейшее участие в этой программе. Еще один звонок в студию. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я являюсь участником программы. Вопрос у меня следующий. Если по жеребьевке мне достанется квартира, допустим, на первом этаже, то есть либо квартира, которая мне просто не понравится, в случае отказа я из программы выбываю. А вопрос у меня следующий. Смогу ли я эту квартиру продать и через какое время? Действительно, условия жеребьевки таковы, что, к сожалению, мы не можем предоставить всем желающим выбирать то, что хочется. А если человек по каким-то причинам отказывается от того, скажем так, лота, который ему выпал в части жеребьевки, он выбывает из программы. Это условия, это условия федеральные, но, наверное, все равно какие-то ограничения должны быть. Что касается продажи, значит, то при все-таки, ну, если все-таки человек регистрирует договор долевого участия, реализовать свой договор, продать свою квартиру, он может только после ввода объекта в эксплуатацию. Это действительно отрегулировано на федеральном уровне, и это должно исключить те самые возможные спекуляции, возможные перепродажи на первом этапе строительства, когда мы будем говорить, что человек, воспользовавшись своим правом по 35 тысяч, но только на этапе строительства дома, пытается перепродать эту свою будущую жилплощадь за большие деньги. Тем самым у нас получается неразбериха и в части экономики застройщика, и в части тех квартир, которые застройщик в этом же микрорайоне продает в рынок. То, о чем я помню. Поэтому еще раз повторюсь, реализовать договор, переуступить договор, либо продать свою квартиру, он может только после ввода дома в эксплуатацию, по окончании строительства. Эта программа, она вообще государственная, всероссийская, но почему-то в разных регионах страны она стартует по-разному. Например, вот я узнал, готовился к эфиру, что в Тольятти она стартовала только 1 июня текущего года. На ваш взгляд, в чем причины этой неодновременности, этого старта в разных регионах страны? Программа федеральная, действительно, она достаточно новая. И каждому региону было выдано право в том или ином виде участвовать в этой программе. На тот момент, когда программа была объявлена, мы понимали, что это, наверное, одна из единственных возможностей на сегодняшний день в условиях непростой экономической ситуации каким-то образом обеспечить гражданам жилье. Поэтому у нас мы не колебались ни секунды в тот момент, когда программа была озвучена, когда были присланы условия, когда Министерство строительства объявило открытым прием заявок в Приморский край, в лице краевой администрации, безусловно, это было решение, поддержанное губернатором, это было его решение, мы выдвинулись в эту программу. Часть регионов достаточно осторожничала. Я уже упомянул, что в Дальневосточном федеральном округе ни один субъект не заявился в участии в этой программе. Мы первые пока, да? Мы первые пока, единственные. На сегодняшний день ведутся, пока рассматриваются ряд проектов в Хабаровском крае. Сахалин категорически не готов, потому что, ну, исключительно стоимость жилья. Понимаете, цифра 35 тысяч, она для всей федерации одна. Что греха таить? Если мы, допустим, понимаем, что мы строим жилье по 35 тысяч, например, в Казани, где развита строительная инфраструктура, где большое количество производства собственных строительных материалов, где есть хорошие сети и не очень дорогое подключение к инженерным сетям, то только по статистике Минстроя разница только в стоимости строительных материалов Дальневосточного федерального округа и Центрального федерального округа разница в 17%. Это только разница на транспортной составляющей, а мы говорим об одной и той же цифре. Естественно, регионы осторожничают. Часть регионов до сих пор не заявилась и не собирается заявляться. Кто-то вот с 1 июня. Объемы у всех разные. Я скажу, что 500 тысяч и более квадратных метров заявлено всего около 10 регионов. То есть, ну, регионы подходят более осторожно. Они пишут в заявках там 35 тысяч, 50 тысяч квадратных метров. Но мы понимаем, что без каких-то решительных кардинальных шагов, без серьезных объемов ввода жилья, ситуацию, сложившуюся на рынке юга Приморья, да и вообще в Приморском крае на рынке жилья, я считаю ее абсолютно неправильной, мы эту ситуацию не переломим. То есть, добиться тех показателей снижения квадратного метра жилья, обеспеченности жилой площадью населения, можно только какими-то серьезными решительными мерами и мощными амбициозными задачами. Олег Владимирович, с Владивостоком все понятно. 35 тысяч рублей за квадратный метр, ну, это буквально подарок. А для находки и Уссурийская, это конкурентная цена на рынке недвижимости. Я просто не специалист в ценах, поэтому хотелось бы ваше мнение. Значит, я объясню сразу. Для участия в программе абсолютно всех муниципальных образований предусмотрена вилка, так называемая двойственная позиция. То есть, участник программы может продавать жилье по 35 тысяч рублей за квадратный метр, но не более 80% от рыночной стоимости жилья, сложившейся в этом регионе. Но я поясню на примере. Если в находке жилье в данном районе стоит 30 тысяч квадратный метр, и это рыночная стоимость, то по 35, оно просто не заявится в эту программу, оно не пройдет по критериям. Оно будет проходить по критерию сложившаяся рыночная цена, например, 30, минус 20% от этой стоимости. Тогда застройщик имеет право с такой цифрой заявиться и получить федеральную поддержку, в том числе и нашу. Олег Владимирович, у нас до конца эфира остается 3,5 минуты. Я на правах ведущего позволю себе немного сменить тему и поговорить не о государственной программе, а о событии, которые у нас во Владивостоке случились буквально вчера. Я имею в виду суд по делу злосчастного дома у Элеоноры Прей. Я так понимаю, что решением суда принято все-таки, решение принято сносить это здание. Это так? Можете дать комментарий какой-то по этому поводу? Да, действительно, буквально вчера состоялось итоговое заседание суда. Полтора года длилось разбирательство. В той или иной мере состоялось больше 10 судебных заседаний, которые переносили сроки, объединяли дела, требовали дополнительные материалы. Позиция краевой администрации, позиция государственной инспекции и строительного надзора была все эти годы, все эти месяцы неизменной. Здание, построенное в нарушении той документации и тех разрешений на строительство, которые были выданы, оно должно быть убрано. И эта позиция полтора года нами декларировалась, и мы судились во всех судах и добивались этого всеми своими ресурсами. Действительно, вчера суд принял решение, ну давайте дождемся результивной части, которая в течение пяти дней должна быть опубликована, в которой уже будет четко понятно, до каких параметров нужно снести здание. А изначально, если мне не изменяет память, выдавалось разрешение на строительство гаража двухэтажного. Значит, кем должен осуществляться снос, кого обяжет суд и за чей счет сносить это здание? Я думаю, что здесь мы оперативно отработаем и с городской администрацией, ну, возможно, с застройщиком. Хотя я хочу отметить, что позиция застройщика все эти годы была абсолютно неконструктивной. и я очень рад, что суд наконец-то поставил точку, и это уже будет последнее решение, что все-таки здание нужно привести в то состояние, под которое изначально выдавались документы. В два этажа. Либо я посмотрю решение, все-таки оно однозначно будет снесено, потому что постройка признана незаконной. Я считаю, что это, ну, такой, наверное, хороший сигнал строительному сообществу. Я говорил об этом и всегда буду говорить, что инспекция по строительному надзору, мы, как краевая администрация, городская администрация, мы всегда открыты к диалогу. Мы очень просим все строительное сообщество очень внимательно относиться к тем документам, к той земле, к тем участкам, к тем обязательствам, которые накладывает градостроительный кодекс, которые нужно строить ровно в тех обязательствах, которые есть изначально в документах. Я очень прошу тех застройщиков обращать на это пристальное внимание. И это будет хорошим, наверное, показательным примером для недобросовестного застройщика, как мы будем бороться с теми зданиями, которые возникают в историческом центре и наносят угрозу нашему историческому облику города. Это, по-моему, будет суперпрецедент. Ну, нет, уже все сложилось. Это будет уже прецедент. Я думаю, что здесь можно уже четко сказать общественности, что, наверное, здравый смысл и историческая справедливость победили. Олег Владимирович, спасибо вам за конкретные подробные ответы. Желаю вам успехов в работе. Не последний раз. Это была программа «В центре внимания». Спасибо, что были с нами. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин